Всем привет, друзья, я и добро пожал... И добро пожал... Дорогие друзья, всем привет и добро пожаловать на канал «Коротко, а не коротко». С вами Кин и это новая рубрика «Что я посмотрел». Кино ходить пока не получается, поэтому приходится выкручиваться. В этой рубрике я буду рассказывать про фильмы, на которые я наткнулся случайно. И они меня зацепили. Эти фильмы не выходили на большие экраны. Или же выходили, но я их благополучно проепустил. И сегодня на повестке дня у нас подарок от Японии и Netflix. Не правда ли горючая смесь? Встречайте, отбеливатель. Более известный всем как Блич. Фильм перенесет нас в Японию, где мы познакомимся с обычным школьником Ичига Курасаки. Но вы сами понимаете, обычный он только на первый взгляд. Так как Ичига может видеть призраков и общаться с ними. Занимается он этим уже не один год, так что для него это не в новинку. Живет Ичи с отцом и двумя сестрами, на одну из которых в один прекрасный вечер нападает пожиратель душ, именуемый пустым. Но Ичига не придется в одного сражаться с монстром. Ведь в этот же вечер он знакомится с шинягами Рукией, которая помогает ему. Но вот какова будет цена такой помощи и чем обойдется для Ичига знакомство с новым миром? Вы узнаете из фильма... Итак, для начала несколько оговорок. Во-первых, все сказанное видео является сугубо лично моим мнением, с которым вы можете быть ни разу не согласны. Ну и во-вторых, Блич для меня далеко не последнее по значимости аниме. Мангу я не читал. Наткнувшись на него по чистой случайности, я пересмотрел к херам все серии. И просто влюбился. А говорю я это все к тому, что фильм не должен был обосраться в моих глазах. Так а что насчет фильма? Давайте немножко понагнетаем атмосферу. После говноэкранизации Атаки Титанов. После еще большей говноэкранизации Титради Смерти. Shall we begin? Выходит, довольно даже годная экранизация Блича. Спасибо. Ой, да ладно? Нетфликс годноэкранизировал аниме? Я считаю, что да. И вот несколько причин, почему я так думаю. Первая причина это... Погодь, Игорь, тут я сам. Для начала подача. Если в экранизации Атаки Титанов я вообще не смог никнуть в происходящее. А к тому моменту я уже посмотрел 2,5 сезона этого аниме. А в экранизации Тетради Смерти, помимо прочего говна, допустили ошибку Повелителя Стихий и запихали кучу всего в один фильм. То тут в фильм вложили основные сюжетные события первых серий 10 или 20 аниме. Могу немного ошибаться в цифрах, так как аниме смотрел давно. Но факт остается фактом. Фильм не перегружен происходящим. А как раз дает столько информации, сколько надо. Возможно, непосвященному человеку этой информации будет все же маловато. Но она хотя бы грамотно преподнесена. И на вопросы, оставшиеся без ответа, по сюжету ответ должен быть дан в дальнейших частях. На которые я очень надеюсь, что они не забьют. Переносом персонажей я также остался доволен. Ичига такой же дерзкий, но благородный. А ну быстро отвечай! Я вижу цветы для погибшего ребенка! Именно! Руки супер-мега серьезные, каковой она и была в начале аниме. Чувствуешь себя как дома, а призрак? Связывание! Да что, мать твою, происходит? Я не призрак, я шенигами. Дурной отец и прочее. Мне он о своих делах не рассказывает. Вообще-то, я бы тоже не стала, пап. Актеры, подобранные на роли, как по мне, просто шикарны. Но для меня открытием стал Чат Садо. Просто когда я еще смотрел Блича первый раз. Я пытался представить, как бы выглядели персонажи в реальности. И Чат давался мне с трудом. Но этот фильм мне с этим помог. А вы как считаете? Похоже? По эффектам можно сказать сразу. Да, недалеки от многих современных блокбастеров. Но все же терпимы. И со временем к ним привыкаешь. К примеру, в той же тетрадке эффекты выглядят дороже. Но спасает ли это фильм? Нет. А ты как думаешь? В общем, если подытожить, то мы имеем. Годный перенос аниме в формат лайф-экшн. С обоснованными минимальными потерями в сторону сюжета. Как ни крути, в аниме больше серий для развития деталей. Хорошо подобранный каст, без необоснованной толерантности. И терпимые спецэффекты. Да, я с ужасом ждал экранизации Блича. Но я рад тому, что я увидел. Надеюсь, только это не единичный выстрел. И будут продолжения, не уступающие первому фильму. Ну что, друзья? А экранизацию какого аниме вы бы хотели увидеть? Пишите в комментариях. Может, японскую адаптацию Тетради Смерти? А хотя нет, такая уже есть. Если хотите, расскажу про нее в следующий раз. Или, может, вы бы хотели, чтобы экранизировали... Страшно подумать, что из этого может получиться. А на этом у нас все. Всем большое спасибо за просмотр. И если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк. А если вы хотите такую довольно крутую маску, то советую заглянуть к моим друзьям в магазин Geekstaff. Но там вы сможете найти не только маски, но и кучу разных годных плюшек по фильмам, аниме, сериалам, играм и комиксам. В общем, не буду спойлерить. Лучше, если вы сами все увидите по ссылочке в описании. И не забудьте порадовать себя или своих близких хорошим подарком. Там же в описании вы найдете ссылки для вашей поддержки канала. А также ссылки на мою группу ВК и Инстаграм. И не забывайте, что каждую субботу и воскресенье на канале стрим-выходные. Приходите, буду рад вас видеть. Ну и конечно же, я как обычно пожелаю вам только интересных сюжетов. И не обижайте плюшевых медведей. Пожалуйста. Пока.